Хрустящий наст и легкий мороз – идеальные условия для каюров и собак. В этот раз маршрут изменили за несколько дней до старта. Гонка проходила по трассе Лыжней России. Новый маршрут стал сюрпризом даже для опытных гонщиков. Но в этот раз на трассе много дебютантов. Молодой каюр Владимир Макс Агбаев много раз участвовал в джелине. Это его первая гонка-пролог. То, что боязнь в том плане проиграть. Все гонки – это тренировки, это социализация собак, то, что собаки привыкают к такому большому количеству людей, к такой именно публике. Поэтому не боишься проиграть. Это наоборот даже какая-то, нежели честь, что ты выступаешь с такими большими каюрами, с такими именитыми. Другим молодым участником пролога стала Алиса Даудрих. На эту гонку они вышли вместе с мамой. Ездовым спортом Алиса занимается с детства. А после окончания школы продолжила работу с собаками как кинолог. Почему я сегодня здесь? Потому что к этому моменту у меня пять своих собак. Я могу заявляться в шестерке. Вместе со своей, с щенков выращенной командой, буду сегодня участвовать. Очень этим горжусь. Мы прошли такой долгий путь, и сегодня мы здесь. Мы хоть и не самые быстрые, но мои собаки не самые быстрые, но самые любимые. И благодаря ездовому спорту, я в нем с подросткового возраста, он мне воспитал характер, дисциплину, силу воли, что эти качества помогли мне поступить на службу, стать полицейским кинологом. Дочь занялась первая. В 2010 году задали первую собаку. К ней в пару взяли вторую, третью, нам отдали четвертую. И она стала участником дюлина. И потом перешла уже в возрослый спорт. В 2016 году она поступила в университет. Время стало меньше, чтобы упряжка не простаивала, пришлось заняться мне. Я вообще работаю главным бухгалтером, работа сидячая. Я думаю, немножко подвигаюсь. Всего на старт вышло 33 упряжки. Интересно, что большинство каюров – это девушки. Спортзалу и фитнесу они предпочли зимнюю Камчатку и ездовых собак. Нарта мне нравится больше, больше, чем велосипед. Мне нравится бегать с собаками, просто когда они на свободном ходе, как будто ты бежишь. И мне нравится ездить на нарте. Что-что, нарту я никогда не изменю ей, никогда ее не предам. Мне кажется, я буду постоянно ездить только на нарте. Это мое хобби, это мое увлечение, это мне нравится. Я от этого реально получаю кайф, когда с собаками на нарте. Это классно. На трассе встречаются берингийцы на традиционных деревянных нартах и спринтеры, которые бегут налегке. Как отмечают многие спортсмены, проходить трассу рядом с опытными гонщиками очень комфортно. Несмотря на то, что упряжки часто шли параллельно, все обгоны совершались максимально быстро и дипломатично. Разница между каюрами-спортсменами и каюрами, которые у нас ходят в большую гонку, в том, что спортсмены, как правило, спрыгивают с нарты. Если вы обратили внимание, они все в кроссовках и очень легко одеты. Они спрыгивают с нарты и, как правило, бегут рядом с нартой, тем самым облегчая вес для собак. А такого плана спортсмены, как Иван Иванович, он очень редко встает из своей нарты. Но, может быть, тем самым плюс для собак, что это как бы как тренировка. Первыми наградили победителей детской гонки «Дюлин». По традиции главный приз – щенки сибирского хаски из престижного московского питомника. Их получили победители трех возрастных категорий – Илья Дубовик, Даниил Березань и Данила Тузов. Ну а в гонке-прологе победителями стали девушки. Первое место второй год подряд заняла Наталья Орехова. Она получила в награду 100 тысяч рублей. Да, не, на Беринге я, наверное, никогда не пойду, потому что, ну, нет, это не мое, я уже поняла. Когда-то хотела пойти судьей, ну, то есть, ну, нет, это, ну, я не могу собак готовить на такие дистанции. Ну, то есть, и мне скучно будет, потому что спортивная вот эта вот кровь, в которой, что нужно бежать. Там же в основном, ну, работают собаки, люди как бы немножко, ну, помогают. Ну, немножко другая работа. Мне вот интересно на лыжах там бежать. Ну, то есть, мне нужно так, я же тысячи километров не буду бежать. Большая гонка стартует 1 марта в Мильково. К старту готовятся 11 каюров. Им предстоит пройти 1094 километра. Александра Радченко, Алексей Кузьмин, Антон Скрипаченко, информационное агентство Камчатка.